здравия друзья с вами шевченко александр и академия счастья очередное видео по улучшению качества жизни поговорим о том как справиться с осенних android наступает такое время когда у людей наступает депрессия то есть состояние когда не хочется там что-то делать активно то есть мало какого-то жизненного тонуса хочется побыть больше дома в тепле есть такой как бы переходный период на самом деле когда уже становится прохладно то есть такой ветреный дождь и что происходит в этот момент в организме снижается количество серотонина то есть нейромедиатора которые вызывают вот это состояние когда мы хотим хотим что то делать хотим чего-то достигает но падает не только серотонин но и дофамин и другие нейромедиаторы с конечно чувствуешь себя как-то так не важно получается что когда человек попадает в это состояние у него наоборот снижается активность и выход в том чтобы повысить эту активность то есть как раз быть больше на свежем воздухе то есть ходить двигаться бегать прыгать да то есть делать те активные действия которые улучшат это состояние которые помогут действительно зажечь в себе вот этот огонь и потом его будет все больше и больше больше самое главное это не останавливаться то есть не сделать допустим один раз и потом все как бы прекратить а делать это ежедневно да ты чтобы это вошло в систему то есть желательно до выделить какое-то время в одно и то же время то есть к примеру выделять час или два на то чтобы двигаться то есть активно что-то делать на свежем воздухе то есть это могут быть любые и пробежки велосипеде можно кататься я вот например использую и пробежку и упражнения гимнастику на свежем воздухе купания море каждый что-то выбирает под себя самое главное это чтобы вы чувствовали что это помогает вашему состоянию улучшает его и конечно же не забывайте о том что в это время как бы ну не только у вас такое состояние ну и многих других людей поэтому важно ну если допустим общаетесь другими людьми общаться позитивно да то есть если кто-то даже хочет как-то там вас там поддеть подначить говорит какие-то враждебные замечания то отвечать доброжелательно то есть и не впадать в какое-то в состоянии такой ответной реакции то есть потому что мы часто реагируем что это значит что нам например человек сказал какое-то обидное слово и мы реагируем то есть мы хотим ему ответить тем же как-то сказать ему что-то плохое или как-то накричать да то есть и получается что то есть мы вступаем в такой вот ну как скажем сопротивление да то есть конфронтацию когда мы не можем спокойно воспринять что нам сказали просто ну скажем пропустить это мимо ушей и все вот это важный момент просто когда вы можете наблюдать и не париться в том плане что кто-то вам делает больно неприятно то есть это состояние наблюдателя одно помогает человеку пройти через любую ситуацию какой бы сложная она не была и конечно же когда мы можем это делать то мы можем достигать гораздо большего попробуйте практику побудьте вот в этом состоянии медитации и посмотрите что происходит внутри вас во внешней среде то есть посмотрите на самом деле какие энергии есть у вас какие мысли приходят и так вот очень важно делать также как я сказал про двигательную активность чтобы уделять ей там час 1 2 часа каждый день то же самое с медитацией важно выделить на проработку внутреннего тоже один час и побыть в этом состоянии почувствовать что с вами происходит потом это можно записать даже как виде дневника записывать изменения которые будут происходить с вами потому что будет что-то приходить новое будет что-то уходить и вы можете это почувствовать то есть существует и другой вид медитации это активная медитация которая не связана даже с движениями тела а которая связана в том плане что если например что-то приходит то вы рассматриваете это то есть двигаетесь глубже 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 и рассматриваете истоки откуда это идет может это влияние каких-то сущностей может это что-то то что пришло из вашего прошлого и вы не перепрожили это еще и вам нужно вернуться в этот момент и перепрожить его как мы это делаем в процессинге вот что важно то есть когда вы делаете это вы получаете исцеление то есть исцеление вы становитесь более целостным то есть нету такого что знаете как бы разделен получается это правильно это неправильно это могу не могу вот эти полярности их огромное количество и в процессинге мы как раз эти полярности по сути удаляем они становятся цельными то есть целостный то есть когда у вас целостное сознание то вы можете жить и получать удовлетворение от жизни. То есть вы можете быть в этом состоянии наблюдателя, который как раз и независим от того влияния, которое оказывает на него внешняя среда, потому что он становится постепенно причиной своих состояний. И вот если вы становитесь причиной своих состояний, то вы можете их изменять. То есть вам нет необходимости впадать в депрессию, в хандру или так далее. Вы можете быть причиной и достигать совершенства. Вот как раз этому я и учу людей, продвигая их по мосту к полной свободе, по вот этим шагам процессинга, то есть шаг за шагом. То есть мы сначала обучаемся тому, чтобы присутствовать здесь и сейчас, потом к тому, чтобы воспринимать с удобством то, что происходит. Происходит гораздо больше вещей, чем вы можете наблюдать сейчас. И когда ваша осознанность повышается, то вы видите их гораздо лучше. И мы урегулируем все проблемы, все проблемы, связанные с общением. То есть то, как вы создаете проблемы в своей жизни, почему они у вас появляются. То, что касается помощи, то есть то, что касается каких-то утаиваний, сдерживаний, навязчивых стремлений, когда вы не можете чего-то сделать или наоборот у вас навязчивое стремление что-то делать. Это так мы поднимаемся по вот этим ступенькам в большей и большей осознанности, пока мы не достигнем состояния чистоты, ясности сознания, гармонии и счастья. И вот к этому состоянию как раз я и веду людей, помогая им пройти по этому мосту. Поэтому кому эта тема интересна, то пишите мне в личные сообщения, мои контакты будут указаны прямо под этим видео. И, конечно же, читайте мои книги, которые также будут указаны в этом видео. Там две книги, одна из них как раз про создание миров, а вторая о том, как можно исцелиться и достичь счастья с помощью техник процессинга. Вот на этом, друзья, мы будем на сегодня заканчивать. Если видео вам было полезным, то ставьте отметку палец вверх, это нравится, там рядом колокольчик для напоминаний, он будет звонить и сообщать о том, что вышло новое видео на моем канале. И, конечно же, поделитесь видео с друзьями, я уверен, оно тоже будет им полезным. Пишите ваши комментарии. Вот. А сейчас можете посмотреть новые видео, которые будут выходить на моем канале. Оно появится завтра. А сейчас вот тут появится парочка видео, которые можете глянуть, там как раз больше о процессе. Всего вам доброго и до скорой встречи.